Турция Для большинства россиян Турция это пляжи Анталии, Кемера и Бодрума, для особо продвинутых это улочки Стамбула и развалины Измира. Но есть и другая Турция, в которой туристов из России почти нет. Корреспондент Линтыру проехал на автомобиле всю восточную часть страны, от Кайсаря до границы с Грузией, мусульмане и пустота – главная жемчужина центральной и восточной Турции – Каппадокии, созданная невиданной вулканической активностью и последовавшей за ней эрозией. Благодарить за создание уникального рельефа Каппадокии помимо ветра нужно трио вулканов – Эржес, Хасандак и Мелиндис. Мягкий вулканический туф не только разрушался ветром и дождями, но и легко подавался обработке. Первые пещерные поселения появились в Каппадокии на рубеже два и тысячелетий до нашей эры, но настоящий рассвет пещерной жизни пришелся на нашу эру и вторые тысячелетия, когда регион стал одним из центров христианства в Византийской империи. Находясь под постоянными ударами арабов и тюрков, христиане с энтузиазмом кротов или хады пещеры – все это сформировало уникальный народ – каппадокийских греков. Низкорослый, средний рост не превышал 140 сантиметров, говоривший на собственном диалекте греческого языка и живший под землей, они составляли значительную часть населения в период, когда Каппадокия входила в состав армянских царств и после завоевания провинции турками в 1080 году на свет божий каппадокийцы вышли только в XVIII веке, когда султан Абдул-Хамиды заставил местных христиан строить дома на поверхности. Привычки оказались сильнее и пещерные христиане превращали в дома каменные столбы, выдолбливали жилища в склонах горы холмов, монастыри же и храмы оставались настоящими пещерными лабиринтами. Но все изменил XX век. Армян вырезали, греков изгнали, кордов выдавили в самые восточные провинции Новой Турции, сейчас пещеры Каппадокий, лишь мрачное напоминание о былом величии, монастыри и храмы стоят либо заколоченными, либо заброшенными. В них валяется строительный мусор, идет бойкая торговля сувенирами, а очередные звезды Instagram пильют луки, не задумываясь о том, куда делись все те люди, которые еще сто лет назад молились в этих храмах. Для приезжающих в Каппадокию туристов природная красота куда важнее исторической и духовной ценности этих мест, особенно для китайцев, бизнес на романтике. В центре Учхисра расположен китайский ресторан. В отличие от остальных заведений в городе здесь кажется всегда аншлаг. Китайцы шумят, уплетая лапшу и пекинскую утку, в море китайцев попадаются и турки, для которых китайские девушки – новые Наташи. Самыми козырными местами для свидания считаются площадки с видом на долину любви с ее многочисленными каменными столбами, напоминающими фаллосы, достаточно прямолинейный намек на конечную цель свидания. Местные Ромео поят китаянок неплохим каппадокийским вином, кормят местным же сыром и делают кучу комплиментов на неплохом английском. Китайский пока свой он слабо, тем не менее смуглый красавчик, идущий за руку с бледной азиаткой – тут нормальное явление. В Поднебесной загар все еще считается уделом ничьих крестьян, поэтому накопившие на поездку в Турцию мажорки старательно оберегают белизну лица и тела зонтиками и широкоплыми шляпами, но есть момент, когда зонтики убирают даже китаянки – свадебные фотосессии. Романтичные китайцы обожают делать в Каппадокии предложения, играть свадьбу и проводить медовый месяц, а раз есть спрос, значит есть и предложение. Праздничный банкет прямо в пещере, какие могут быть вопросы, фотосессия с невероятным видом, мы сделаем вам красиво, нужен кабриолет, крышу с седана Форту, но с начала 1970-х мы уже срезали. И не важно, что тем самым лишь варварски испортили машину, зато китайцам нравится. Хотите улететь с церемонии на воздушном шаре, уже подогнали, впрочем, на воздушных шарах тут летает не только брачующийся, Хакан, поджигай капитан воздушного шара вновь и вновь включает горелку в надежде заставить шар набрать высоту. Тщетно. Следующая задача – не врезаться в деревья и не задеть провод. Но, похоже, мы все такие поймали восходящий поток, и шар набирает высоту, столь же весело, как до этого ее терял. Катание на аэростате – едва ли не главная фишка Каппадокии. Рассвет, горы, шар – картинка, которая есть в Инстаграм всех побывавших в Каппадокии. Бизнес поставлен на поток и неплохо кормит местных воздухоплавателей. На Хакане дорогой кожаный бомбер с вышитым именем и символикой местной федерации воздухоплавателей от солнца защищает очки полис. А на земле нас ждет свежий пикап Toyota Hilacos. В России воздухоплаватели обычно одеты, как оборванцы, а шары, за редким исключением, возят на древних праворульных пикапах. Впервые воздушные шары поднялись в небо Каппадокии еще на рубеже 19 XX веков. Тогда последний султан Османской империи Абдул-Хамид-2 решил использовать воздухоплаватели для поиска преступников и дезертиров, которые искали убежище в покинутых пещерных жилищах. Говорят, тогда удалось поймать около 30 супостатов. В 1960-е годы небо Каппадокии в качестве развлечения начали бороздить представители турецкой элиты, а в 1980-х его открыли для туристов. Один часовой полет стоит 2000 долларов США. Шар вмещает от 10 до 15 человек, так что желающему прокатиться придется заплатить от 150 до 200 долларов. Одновременно в небо поднимается до 150 шаров, которые взлетают буквально из каждого ущелья. Их так много, что порой они ударяются друг от друга в воздухе. Главное впечатление – кажущееся отсутствие ускорения. Шар все делает очень плавно, отрывается от земли, набирает и теряет высоту, движется в горизонтальной плоскости. Пожалуй, самой веселой частью полета является посадка. Воздушный шар медленно снижается, а пикап с командой носится по земле, пытаясь предугадать место посадки. Ветер достаточно сильный, и шар каждый раз и носит не туда, где его ждет машина. Когда становится ясно, что горное плато вот-вот окончательно сменится горами и другого шанса посадить аэростат не будет, капитан кидает на землю канат, команда начинает изо всех сил тянуть шар к земле, Хакан открывает клапан, который в России традиционно называют парашютом, и опускает аэростат точно рядом с прицепом пикапа. В нормальных условиях опытные капитаны сажают шар прямо на прицеп. Пассажиров в момент посадки просят занять специальную позицию, сесть на корточки, взяться за ремни и на стенках корзины и откинуться назад. Чувствуешь себя космонавтом, но на деле касание земли происходит неожиданно мягко, тут другие нравы, а с пивом на улицу можно, спрашиваем мы нашего гида Мохаммеда, лучше не надо. Тут живут консервативные люди. Нам и в лобби отеля разрешили пить пиво только потому, что мы большая туристическая группа, мы в древнем городе Севасе, столице одноименной провинции. Еще сто лет назад вино здесь лилось рекой. Большая часть своей истории Севас был армянским городом, входил в состав различных армянских царств, а к началу Первой мировой большинство населения города составляли армяне. Геноцид изменил все и теперь мы пьем вино на верхнем этаже под призыв Мэйдзина на вечернюю молитву. Поет он красиво, спору нет, вот только многие мечети изначально строились как армянские и греческие церкви, после ужина, само собой, наступает очередь кальяна в милом заведении на углу. Кальян или шиша, как ее тут называют, хороша, но душа просит веселья. А клуб у вас есть? Спрашиваем у кальянщика на смеси русского, английского и языка жестов. Есть одно местечко, Брасерес называется. А девушки там есть. Переходим мы к сути, откуда девушки, все девушки дома сидят, искренне удивляется кальянщик. А кто же в клубах тусуется, удивляемся мы, парни тусуются. Тут означение названия – Брасерес и начинает играть новыми красками. Севас – один из центров хамедийской резни 1894-1895 годов и геноцида 1915 года. Немногим более ста лет назад город окружали древние православные и монофизитские монастыри и армянские деревни, а в монастыре Сурпеншин располагалось хранилище древних армянских рукописей. Но теперь все это в прошлом. Волей-неволей думаешь о том, что прадед нашего кальянщика вполне мог резать горло христианским младенцам. Черное море здорового человека – последний этап нашего путешествия пришелся на Черноморское побережье Турции. Марш-бросок в 300 километров вдоль моря – чистый кайф. Если не обращать внимания на мечети в каждом городе, то можно подумать, что находишься где-нибудь на юге Франции. Идеальный асфальт автомагистралей, потрясающие видовые серпантины, галечные пляжи, милые кафе, множество винтажных автомобилей, ренолт на дорогах и более-менее однотипная застройка даже в таких крупных городах, как Трапзон. Оказывается, на берегах Черного моря вовсе не обязательно прокладывать железную дорогу прямо по пляжу, разрешать точечную застройку и превращать место отдыха на дороге в помойки. Флаг Евросоюза – первое, что видишь, когда попадаешь в Грузию, но после почти европейской Турции это выглядит неуместной шуткой. По ту сторону границы вместо флагов Единой Европы повсюду развешаны портреты Эрдогана, но на фоне грязной, неаккуратной и нищей Грузии Турция кажется европейской страной о том, что ты не в Трансальпийской Галлии, а в Закавказье, напоминает лишь полное пренебрежение всеми правилами дорожного движения. Согласно дорожным знаком, ехать быстрее 80 км в час на прямых и 50 км в час в поворотах нельзя, но все мчат от 130 до 140. Впрочем, и ограничения скорости устанавливали, будто ткнув пальцем в небо. Как вам лимит 82 км в час и адакий турецкий юмор? Только вот Черноморское побережье Грузии, Абхазии и России ломятся от туристов, а шикарные отели на Турецком побережье стоят пустыми и турки и немцы и русские, предпочитают Средиземноморское и Легейское побережье, а в Черном море не купаются даже местные. Едва ли не единственный источник туристов страны Персидского залива, в месяце летнего зноя заботливые арабские мужья отправляют своих многочисленных жен и детей в прохладную, по их меркам, Турцию. Сумила, который считается символом понтийского ленизма, ныне работает как музей. На тему того, куда делись все греки, местные предпочитают не говорить, восстановленный было в качестве храма собор Святой Софии. В Трабзоне в 2013 году вновь стал мечетью, несмотря на то, что один из лидеров Федерации понтийских греков России Иван Заввидий предлагал за свои деньги построить в городе новую мечеть при условии, что церковь вернут Константинопольскому патриархату. Турки отказали, разрешив лишь паломничество в некоторые монастыри, поэтому северо-восточная Турция оставляет смешанное впечатление, красивое, чистое и цивилизованное, она кажется декорациями какого-то давно снятого фильма, в которых почему-то поселились люди, впрочем, если вы не любите историю, но любите красивые фоточки в соцсетях, то Каппадокия и Понтийская Турция – идеальное место для путешествий.